Всем привет, дорогие друзья! Это уже третий ролик по Samsung Galaxy S23 Ultra, который я приобрел. Вы купили топовый телефон за дохрена бабла. Его нужно защитить. Да, я знаю, некоторые не любят пленки, не любят чехлы, вот это все, но это ихнее дело. Дело каждого. Я лично хочу, чтобы у меня телефон прослужил хотя бы лет 5. Ну, я такой фантазер, я так хочу. У меня предыдущий телефон Huawei P20 Pro, вот он красавчик, до сих пор работает, прослужил 5 лет. Так что 5 лет для телефона, это реально. Какое бы покрытие ни было, Victus, Victus, Glictus, Victus и так далее, все оно царапается. Одна песчинка, две песчинки, все оно царапается. Поэтому у меня телефон лежал неделю, я им не пользовался, ждал, когда придет чехол и пленочка. Дело в том, что чем защитить дисплей телефона? Первое есть пленки, второе есть стекла. Пленки, я считаю, это одноразовая хрень, ну и все такое на первое время. Второе, это стекла. Стекла это надолго, навсегда. Да. Чего далеко ходить, вот, пожалуйста, Huawei P20 Pro. На нем стекло, стекло 5 лет, покупалось за 200 рублей при покупке телефона, с Али пришло. Так что, ну о чем тут говорить, стекла живут дольше. Олефобное покрытие лучше, по нему все елозит, пердосит и так далее, прям, ну, четко в натуре класс. На первое время пришлось наклеить пленку. Почему? Я хочу купить стекло на него. Стекол нет ни хрена, а к слову совсем. Получается такое, вышел от телефона, а к нему ни хрена ничего нет. Даже обычных чехлов, книжка там и прочее, на них ни хрена нет. Когда это МВидео подвезет, еще вот хрен его знает, но уже подвезли вроде. Мне из-за оригинальных чехлов ни один не понравился. Все какая-то хрень лютая. Я хотел бы хороший, надежный, защитный чехол. По поводу пленок. Эта пленка у меня временная. Я купил ее за 300 рублей, две штуки на Вильберест. Наклеил без проблем, все четко, временно. Да, аля фобка у нее неплохая, но это не то, что я хотел. Я хочу стекло. Самые хорошие стекла для премиум телефонов производит фирма Донглаз. Хорошая фирма, вопросов нет, еще ни разу не пользовался, но топ топов. Да, стекла дорогие, стоят как крыло от Боинга, но они, конечно, того стоят. Теперь по наличии в России что-то можно найти. Одно стекло, по-моему, стоит всего 6 тысяч рублей, плюс еще оно без ультрафиолетовой лампы. Вот это вот все, ничего не понятно. За что 6 тысяч рублей, хер пойми. Вот такой комплект я заказал в США. Вот так он выглядит. В нем, в этом комплекте, два стекла. Ультрафиолетовая лампа. Вот этот механизм позиционирования, поролоны, пленки, швеленки, вот это вот все в комплекте. Само стекло обошлось в 3 700 и доставка 2000. Итого получается 5 700. В России бы такой набор в районе диссюльников стоил бы. Сейчас, пока в США это стекло находится, придет ко мне через неделю-два. И я запишу видос, как правильно стекло клеить. Потому что я посмотрел в видео очень много моментов, как его клеят, все чертик как. Я немножко по-другому, по-научному, там туда-сюда. Уровень цифровой, ну вот это все. Ну, увидите, будет ролик. Четвертый, я думаю, что я сделаю, как стекло придет. О наклейке данного стекла. Но мы сейчас о чехлах. С защитой экрана мы разобрались. Пленка. Ну, лучше, чем ничего. Но в идеале стекло. В идеале стекло. Сами поймите еще один момент. Стекло толще пленки. Это еще дополнительная толщина. И все это, грубо говоря, приклеивается к основному экрану. Получается толщина довольно-таки толстая. И при падении большая вероятность, что все-таки повредится стекло, а не экран. Так как вот этот слойный пирог будет трудно пробить, так сказать, какими-то камнями или прочее. Ну, как я к примеру говорю. Поэтому пленка она тут не выдержит. Тут вопросов нет. А вот стекло, теоретически, возможно. Но это не точно. Так как на своем Huawei P20 Pro, предыдущем телефоне, которым 5 лет я пользуюсь и до сих пор работает, я использовал всегда чехол-книжка. Это самая лучшая защита телефона. Вопросов нет. Но у меня же здесь тоже стекло наклеено, и все понятно. Но пользоваться книжкой не очень удобно. Ну, он, конечно, меньше, чем ультра-телефон, поэтому как бы вроде бы ничего. Но, например, вам нужно что-то сфотографировать, вам нужно чехол открыть, взять вот так вот, здесь еще вот эта болта болтается, мешается, что-то там включить. А уж для того, чтобы его закрепить где-то в машине, там в кронштейне, это надо сделать вот так вот, вот так вот, и потом его, соответственно, закрепляем на кронштейне. Но это очень неудобно. Книжка, конечно, вариант хороший. То есть, вот когда мы в таком виде держим дополнительный упор и все такое, держать телефон удобно. Книжка вся такая вот, как кожа, грубо говоря, приятная к рукам, она не скользит, это все понятно. Но пользоваться не очень удобно в каких-то моментах. Поэтому на свой Samsung S23 Ultra я решил приобрести все-таки другой чехол. Еще почему? Потому что я посмотрел все оригинальные чехлы на S23 Ultra. Какая-то хрень. Даже возьми чехол, книжку, который к нему идет родной. Окошко здесь вообще вот такое стало. Здесь еще хоть как-то что-то видно, но Huawei, а там оно вообще маленькое. Нахер оно нужно? Там может через это окошко ответить, да хер ты попадешь туда, вот это все. Бред. Ну, хрень сделали. Мне ни один чехол оригинальный не понравился. Стоят они как чугунный мусс там, нафиг не надо. И опять-таки, благодаря форму 4 PDA, опять-таки, это такая кладезь информации, по любым телефонам и прочее, я там узнал, что есть офигенные чехлы УАГ, так называемые. У-А-Г. Я о них никогда не раньше не слышал, потому что Huawei ни хера ничего не было. Вот что есть, вот оригинальное, вот той хапой. Никто другие сторонние производители ничего лучше не выпускали. Вот все. Но с Galaxy S23 Ultra ситуация немножко другая. Топовый телефон и производители чехлов понимают, что, ага, люди при бабле, значит, можно нам срубить бабла, и мы сделаем вот такие чехлы. Вот он, чехол от УАГ Плазма. Вот так он выглядит в коробке. Офигенный чехол. Да, в нем телефон стал больше, но мне в руке он прям лежит офигенно. И пользоваться удобно и выглядит офигенно. Чехол комбинированный, по краям ТПУ пластик и карбонат, так сказать, да? И он прозрачный. И вот эта связь, вот этих двух вещей, черная крышка и прозрачный чехол, я получаю серый цвет. Я хотел серым цвете, и здесь я его получаю. Это офигенно. Сейчас ближе покажу и расскажу преимущества данного чехла. Вот наша ультрочка. Офигенная ультрочка. Никаких царапин, никаких ничего. Все края офигенные. Все четко. Вот так вот у меня наклеена пленка. Пленку я наклеил в идеале. Ни мусора. Ничего. Суперско. Сам чехол поставляет вот в такой коробке. Коробка довольно-таки плотненькая. Вот так вот это все видно, что это у нас плазмочка для Samsung Galaxy S23 Ultra. Конкретно под него. Может падать этот чехол с 4,8 метра, и типа ему ничего не будет. Вот такая вот обратная коробочка. Красотища. Достаем чехольчик. Вот так у нас выглядит чехол. Прозрачный пластик. Видите, как офигенно выглядит. Здесь по краям ТПУ. То есть все это дело довольно-таки надежно сварено. Кнопочки есть. Громкость больше-меньше. Включение. Здесь, видите, небольшие щели есть. Здесь ребра из прозрачного пластика. Вообще все углы очень сильно усилены резиной. Вырезы. Самый офигенный момент. Я в других чехлах не встречал. Здесь вот, если видите, вот немножечко есть вырез для Эспена. Он легко отсюда достается. В оригинальных чехлах даже такого нет. Вырез под динамик, под зарядку. Вот это вот все. Вот с другой стороны. Снутри небольшая такая шагрень. Она ощущается. Да, для того, чтобы пластик не казался таким простым. И, в общем, довольно-таки хорошо все сделано. Очень хорошие ребра. Плотные. Прям суперски. И важный момент, что камеры утоплены туда. Вот этот бортик камер 2-3 миллиметра. То есть, если вы ложите его на стол куда-то, да, камеры у вас защищены полностью. Это, ну, офигеннейший чехол. Выглядит, ну, просто бомбически. Прежде чем устанавливать телефон в чехол, все нужно протереть от всякого мусора. Если вдруг что, берем микрофиброчку. Все аккуратненько вот так вычищаем, продуваем, чтобы тут никаких пылиных не было. Все, чехол мы подготовили. Отставляем в сторонку. Берем наш телефон. Тоже все вычищаем максимально возможно. Где камеры, в прорезях. Все чистим. Все, у нас телефон чистый. Берем микрофиброчку и сейчас будем устанавливать его в чехол. Чехол очень плотный. Устанавливается телефон непросто. Пробуем вставлять. Вставлять буду, наверное, снизу. Вот таким образом. Хоп! Аккуратненько, аккуратненько. И вот таким образом мы защелкнули чехол. Чехол защелкнулся очень хорошо. Сидит плотненько. Кнопки включаются. Ну, прям вообще. Я считаю, что это не чехол, это бомба. Ну и вот, смотрите, какой цвет получился. Серый. Вот не догадаешься, что телефон черный, да? А телефон у меня черный. А эффект серый. Вот так это все круто выглядит. И как я и говорил, камеры углублены очень сильно. Вот этот борт 3 мм. Плюс еще они утоплены там на миллиметр. Итого защита фактически 3 мм по всему периметру. Вот у меня рука, не сказать, что она у меня большая, у меня рука средняя, даже, может быть, чуть меньше. И я его держу в принципе в руке. Удобно. Я могу спокойно кнопкой включить, достать пальцем, разблокировать телефон. И вот так вот все это суперско красиво выглядит. Ну, красота. Ну, охрененный чехол. Ну, вообще, всем чехлам чехол. Блин, я в восторге. Я с ним уже больше недели хожу, и я прям, ну, без ума от чехла. Офигенный чехол. Чехлы действительно офигенные. То есть, если он упадет у нас на вот этот край, на вот этот край, на вот этот край, там очень много резины, и я, скорее всего, предполагаю, что ничего не разобьется. Плюс еще у самого чехла есть здесь сверху борт, и здесь борт примерно на 2 мм они выступают. То есть, когда вы ложите, кладете чехол вот таким образом на стол, он с экраном не соприкасается никак. Он соприкасается вот этими боковыми гранями. И прям офигенно лежит, то есть, тут вопросов нет. Это прям, ну, сделано продуманно. Вот вы знаете, Samsung круто поступил, он динамик сделал интересным. Да, прорезь. И здесь даже в этом чехле есть прорезь для того, чтобы динамика не загораживать. Но настолько продуманный и офигенный чехол. Я прям, ну, очень рад. Офигенный чехол. Я от него вообще без ума. Можно сказать, я бы купил бы этот просто телефон ради вот этого чехла. Но посмотрите, как смотрится. Черный телефон, прозрачный чехол, и мы получаем серый телефон. Смотрите, какая красота. Ну, это же офигенно. В руке лежит, как в литой. Прям, ну, по моей руке, видите? Как в литой. Я рассмотрел этот чехол со всех сторон, но не к чему придраться. Идеальный чехол. Производитель реально думает башкой, как, что, как реализовать офигенный чехол. Прям, ну, советую. У этого производителя есть очень много чехлов для S23 Ultra. Есть еще магнетик, то есть там встроенный вот этот вот магнит, кольцо, вот это все, как оно называется, не знаю, я не пользуюсь. Вот. Они порядка там 5-6 тысяч стоят. Мне этот чехол обошелся за 2 700. Чехол за 2 700. Неубиваемый чехол за 2 700. Я чуть был второй не взял на запас, но не взял. Я думаю, что с этим чехлом можно пройти огонь, воду и медные трубы. И, в отличие от чехла книжки, мы сразу раз и начинаем снимать, начинаем пользоваться, ничего не мешает. можем держатель в машине поставить, но если он у меня вот обычный держатель такой на пружинке, я им больше доверяю, чем магнитом. Ну, магниты такой себе, оно может и держит хорошо, но у меня зажим уже есть, мне так больше нравится. Особенно, когда вы куда-то едете, навигатор включите и прочее, прям, ну, милое дело. Я электронику очень всякую люблю, да, разную, но уже производителям нечему меня удивлять. Все одно обычно, все одно стандартно, ничего интересного, но я уже две недели под впечатлением от этого телефона, от этого чехла. Но мне все настолько нравится, я беру телефон, я расслабляюсь, я в комфорте, у меня все приложения летают, Сбербанка и прочее, все мгновенно открывается, работает, скроллинг, вообще мое почтение, ну, это просто словами не передать. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, покупайте хорошие и качественные чехлы, я купил его на вид, кстати, ну, потому что у нас в нашем Мухосранске ни хрена и нету, и не найти не будет никогда. Еще один будет ролик, когда придет к этому телефону защитное стекло, я посниму и покажу, как его клеить, как вот это вот все, ну, что все было четко, в натуре, ОАГ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok